Если у него есть шанс добить нас, он будет это делать. Не рассказывайте сказок по поводу того, что вам нужны деньги на освоение новых территорий. Просто их напечатайте. Друзья, всем привет. Ну что, рубль, ну еще не двухсотый, но уже сотый пробил соточку 100 рублей за доллар. В Дагестане протесты, ну а кадыровцы с обычными орками ревут друг друга прямо в оккупированном Мариуполе. Сейчас обо всем об этом расскажу и покажу вам. Вы, друзья, не забудьте подписаться на канал. Нас пытают отправить теневой бан. Русня атакует, пишет жалобы на наш канал. Выход один. Это ваш комментарий, ваш шер, ваш лайк. И, конечно, ваша подписка, если вдруг вы еще не подписаны, сделайте, пожалуйста, это прямо сейчас. Спасибо. Начинаем. И тут интересно, есть что рассказать. Ну, во-первых, прилет в Юрьевке Мариупольского района. База «Волна». В общем, волной смыло оккупантов. Сколько мы пока не знаем, но нормально так помыло, посмотрите. Тут же, ну это, значит, работает ЗСУ. Но и работают они сами. В Урзуфе ночью пьяная перестрелка, потасовка между кадыровцами и местными оккупантами, которые там были раньше, скажем, с материковой, между оккупантами с болот и кадыровцами. Значит, порезали друг друга знатно, несколько погибших по тем данным, которые есть. Даже Гауляйтер Урзуф, Топалов это подтверждает. Посмотрите видео. Пацаны, это, а там все. Еще, друзья, видео есть на моем телеграм-канале, потому что там, ну, к сожалению, здесь на ютюбе я не могу выложить это видео из-за цензуры, а вот там вы можете увидеть это все более ярко. Так что, кстати, не забудьте подписаться и на мой телеграм-канал тоже, и посмотрите там это видео. Ну и это, друзья, не все. Тут же в Мариуполе на пляже Санта-Барбара, Санту-Барбару устроили опять же кадыровцы, опять с болотными орками, опять бьют друг друга. Вот еще немножко вам видео, как они там потасовка, кричат, бей его. Ну, там, сколько они там друг друга, я не знаю, но тоже все нормально там у ребят. В общем, жаркое лето, и им жарко, и мозги плавятся. Да и как им тут не расплавятся, с одной стороны клепает ЗСУ, а с другой стороны приближается экономическая пятая точка для России. Во-первых, курс доллара уже все, доллар пробил 100 рублей за доллар, и это впервые с марта 22-го года. И дальше, и дальше, знаете, график такой у рубля, только в одну сторону. Знаете, у рубля нет цели, у него есть путь, путь этот в Тар-Тарары. И вот, собственно говоря, он этот путь осуществляет, и на фоне этого начинают, знаете, где тонко там рвется, Дагестан. В Дагестане протесты, 150 людей перекрыли трассу Астрахань-Махачкала, потому что требуют просто им света и воды. У них живут без электричества и без воды. 21-й век. Ну, знаете, так они живут уже привыкли, живут так давно. Но когда совсем жарко становится, совсем неприятно. Посмотрите видео. Астрахань-Махачкала. Субтитры сделал Dагестана. Кага. В общем, Дагестане кипит. Напомню вам, Дагестан это тот регион, который больше всех возмущался путинской мобилизации. И таких своих мужчин в итоге не отдал. Поэтому Путин туда его пытается заливать деньгами. Недавно какие-то, помните, этой девочке 5 миллиардов рублей там пообещал. Но только проблема, рубли можно обещать, и рублей надо все больше, чтобы заливать недовольство. Только денег-то все меньше. Индия платит за нефтянку рупиями, и это сказывается на курсе. И вообще, тема курса даже у Соловьева обсуждают. Он теперь у нас экономический эксперт. Послушайте доктора экономических наук Владимира Соловьева. Не рассказывайте сказок по поводу того, что вам нужны деньги на освоение новых территорий. Просто их напечатайте. Потому что у вас соотношение того, что вы получили, сейчас не охвачено денежной массе. Мы об этом много раз говорили. Если ЦБ боится в прямую ответить и посылает Аксакова, судя по всему, это лоббист интересов ЦБ в Думе, а не наоборот. Не представитель интересов народа, который должен влиять на ЦБ. То есть это какая-то обратная произошла такая комбинант какой партии Аксакова? Вот так он все объяснит, что и как надо делать. С ним еще один доктор экономических наук Шахназаров, идиот, который рассказывает, что главный бизнес в России это делать паленую водку. Ну, хорошая страна. Посмотрите. Если те, кто продает паленую водку, по 6 лет получают, ну, понятно, что это самый богатый бизнес. Понятно, что это самый богатый бизнес. На чем деньги делают. Почему? Каким образом? Что? Что произошло? Короче, как говорится, абсолютно солидарен с вами, считаю, что это важнейшее вообще. И это имеет прямое отношение к тому, что происходит. Потому что это, так сказать, соотносится с тем, что происходит на фронте. Ну, и как закономерный итог этого Шахназаров говорит, Запад нас доконает. И тут уже отскока не будет. Друзья, сложно с этим поспорить. Опять войдем в этот прекрасный, блистательный мир. Но этого не будет. Этого абсолютно не будет, потому что совершенно прав. Запад в этом смысле железен, прагматичен, умен и абсолютно циничен. Если у него есть шанс добить нас, он будет это делать. Вот такие, друзья, новости. Подписывайтесь на канал. И призываю вас. Одессу этой ночью бомбили. И постоянно нас всех бомбят. Давайте лучший ответ. Это задонатить на ЗСУ. Мы сейчас собираем для 251 батальона Киевская Сич. Это очень крутые, крутые парни. Их я знаю особо. Им нужны мавики. А мы можем им в этом допомогти. Друзья, оставлю посылание, как задонатить. Давайте поддержимаем ЗСУ. А они уже добьют эту банду. Тривай мастер.